Спасибо. Ну тогда начинаем. На слайде вы видите, что меня зовут Чепелева Аладмиталовна. Я из Краснодара, заведую кафедрой социальной работы психологии и педагогики высшего образования Кубанского государственного университета. И наша кафедра сопровождает несколько проектов в детских садах и школах, в том числе и по инклюзивному образованию. Сегодня я хотела с вами поделиться опытом реализации одного из проектов, который уже идет третий год. Реализуется он в Центре развития ребенка в детском саду номер 72 города Краснодара. И направлен он на развитие неслышащих дошкольников в вариативно организованной среде дошкольно-образовательного учреждения. Было сейчас дошкольной образовательной организации. Прежде чем мы перейдем непосредственно к разговору о проекте, хотелось бы еще раз остановиться на том, что же такое инклюзивное образование и, наверное, некоторых его отличиях от других видов образования. Как вы видите на слайде, дано определение, что инклюзивное образование происходит от французского слова inclusive, либо от латинского include, которые обозначают включающий в себя, заключаю-включаю. Соответственно, получается, что инклюзивное образование – это включенное образование. И в настоящее время во всем мире этот термин используется для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных учреждениях. Инклюзивное образование подразумевает доступность для всех в плане приспособления к различным нуждам всех детей. Когда мы говорим о приспособлении к нуждам всех детей, конечно же, в первую очередь речь идет о приспособлении самой системы. Не секрет, что и в советское время, и сейчас существует очень много коррекционных школ и существовало так называемое специальное образование. И когда мы говорим о специальном образовании, то скорее мы пытаемся адаптировать и приспособить ребенка к системе. В инклюзивном же образовании создается такая среда, такая система, в которой могут существовать, обучаться, развиваться дети с любыми нуждами, с любыми потребностями и получать полноценное образование. Мы с вами знаем, что на сегодняшний день и в законе об образовании 2012 года, и в федеральных государственных образовательных стандартах, как дошкольного, школьного, так и высшего образования, прописана необходимость доступности образования для людей с любыми нуждами. То есть практически можно говорить о том, что инклюзивное образование сегодня является одной из основных частей образовательной политики нашего государства. Но тем не менее, конечно, говорить о том, что это вот раз мы сейчас все переделали и очень быстро поместили детей инвалидов, либо там студентов, просто в общие группы, и от этого возникло инклюзивное образование. Конечно, это не так просто. Инклюзивное образование должно основываться на определенных принципах. На слайде представлены основные принципы инклюзивного образования. Одним из основных принципов, и, на мой взгляд, наверное, самым главным является ценность человека, не зависящая от его способностей и достижения. То есть самоценность самого человека. Второй принцип – это то, что каждый человек способен чувствовать и думать. Третий – каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. Следующий принцип заключается в том, что все люди нуждаются друг в друге. Далее. Принцип, свидетельствующий о том, что подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений. Следующий – все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. И, наконец, восьмой принцип заключается в том, что разнообразие усиливает все стороны жизни человека. В детском саду, с которым я работаю, являюсь его научным руководителем, уже очень-очень много лет, еще с советских времен, существовали группы компенсирующей направленности. Ну, они в разные годы по-разному назывались. То есть, в данном учреждении существуют группы общеразвивающей направленности, там, где воспитываются нормативные дети, будем использовать в том числе этот термин. Группы компенсирующей направленности – там трех направлений. Одна группа для детей с косогласием и амблиопией, вторая для детей с тяжелыми нарушениями речи и третья группа для неслышащих детей. Хочу кратко остановиться на том, что и ранее работа, естественно, с этими детьми проводилась и проводилась огромная. И в свое время меня как раз очень прельщал и нравилась работа данного детского сада за счет того, что детям с различными нарушениями непосредственно в детском саду оказывались различные, ну, как мы сейчас говорим, услуги. Хотя это было сочетание и медицинских услуг, и педагогических услуг, и психологических услуг, что, в общем-то, было очень удобно. И надо сказать, что даже переходя вот к инклюзивному образованию, очень не хватает того, что из дошкольных, по крайней мере, образовательных организаций убрали полностью медицинское обслуживание. Я имею в виду не наличие одного врача и медсестры, а именно всех практически специалистов. Вот, например, если говорить об этом учреждении, то в свое время здесь был целый медицинский корпус, где по совместительству работали лучшие врачи детские города. И не надо было родителям отдельно бегать по специалистам. Почему я на этом делаю такой акцент? Потому что, пожалуй, это одна из очень серьезных сегодня проблем. Мы, как педагоги, пытаемся выстроить процесс, но, тем не менее, в силу того, что дети с различными нарушениями нуждаются в более частом посещении врачей, очень часто мы не можем, допустим, вести в своем режиме образовательной организации процесс, именно потому, что ребенок может сегодня отсутствовать, именно потому, что его именно на это время мама повела куда-то. Очень сложно согласовать время родителей, время дошкольной организации и время специалистов. Перейдем конкретно к той проблеме, которую пытался решить и продолжает решать педагогический коллектив детского сада номер 72 города Краснодара. Проблема заключалась в следующем. «Каким образом организовать инклюзивное образовательное пространство дошкольного учреждения, направленное на развитие и коррекцию неслышащего дошкольника, учитывающие особенности его индивидуального психофизиологического и социального статуса?» Это действительно проблема, потому что работая, как я уже сказала, очень долгие годы с очень разными детьми, педагогический коллектив столкнулся с тем, тем более, что количество детей увеличивалось за последние годы с различными отклонениями физическими. И каким образом их включить в это образовательное пространство? Очень много за последние годы, почему еще неслышащие дети, появилось неслышащих детей, услышащих родителей. И это одна из таких очень больших проблем. Дело в том, что дети, которые родились глухими, родители у которых глухие, они имеют возможность социализации через родителей. Дети, которые слышащие, у них вообще все в этом плане достаточно, то есть они нормально общаются со сверстниками, они, в принципе, имеют семью, в которой тоже все их понимают, знают, любят и так далее. Когда же мы за последние годы стали сталкиваться с серьезным увеличением числа детей, неслышащих, как я уже сказала, услышащих родителей, возникает проблема в том числе и социализации, потому что ребенка дома не понимают. Родителям очень сложно. Многим родителям еще и сложно принять то, что у него ребенок имеет некие отклонения. Иногда они очень хотят что-то сделать, но они не знают, что делать. Со сверстниками ребенок тоже общаться не может. И, пожалуй, это, наверное, самая сложная категория именно неслышащие дети услышащих родителей. И поэтому мы решили, что необходимо каким-то образом включать этих детей в контакт со сверстниками. Ну, понятно, что дошкольная организация, она не занимается непосредственным обучением. Здесь, конечно же, больше направлено все на развитие и воспитание дошкольников, и в том числе их социализацию. Но, тем не менее, мы предпринимали попытки соединить этих детей. То есть, а что будет, если сделать группы уже не компенсирующей направленности, а соединять эти группы? Ну, это тоже не дает своих результатов, потому что все дети разные, имеют разные возможности. Ну, и, конечно же, еще и педагоги, далеко не все в детском саду имеют нужное образование и нужные навыки. Таким образом, предметом инновационной нашей деятельности явился вариативный подход к организации инклюзивной образовательной среды дошкольного учреждения, направленной на коррекцию развития неслышащего дошкольника. Целью инновационного проекта, которым мы занимаемся последние три года, является разработка и внедрение модели вариативно организованной инклюзивной среды дошкольного учреждения, направленной на коррекцию развития неслышащих дошкольников. Исходя из того, что я говорила ранее, были выделены основные принципы организации инновационного процесса. Первый принцип – это опора на успешные стороны развития. Я хочу подчеркнуть слово «успешные», потому что мы практически работаем в зоне ближайшего развития ребенка, и именно опора на успешные стороны развития позволяет не просто работать в этой зоне ближайшего развития, а практически создавать эту зону ближайшего развития. Второй принцип – это сочетание пассивных и активных форм взаимодействия. Третий – разработка маршрута развития ребенка на основе комплексной психолого-педагогической диагностики. И четвертый принцип – это построение различных вариантов инклюзивного взаимодействия, исходя из индивидуальных возможностей. Особенности образовательного пространства дошкольного учреждения заключаются в следующем. Возможности непосредственного объединения дошкольников в совместные инклюзивные образовательные группы, что диктуется необходимостью в интегрированных формах совместной деятельности. Другой особенностью являются комплексные нарушения в развитии детей с нарушением слуха. Когда мы говорим о комплексных нарушениях, имеется в виду то, что очень большой процент детей с нарушением слуха, помимо этого нарушения, имеет еще и другие отклонения. Например, у нас в детском саду был ребенок, который поступил как ребенок с нарушением слуха, но при этом у него был, допустим, и синдром Дауна, что, конечно, очень усложняет работу с такими детьми. Когда я говорю усложняет, я имею в виду, что требует дополнительных каких-то навыков от тех же педагогов и знаний. Поэтому, в силу того, что есть комплексные нарушения, и дети все разные, мы понимаем, что необходимо дозирование инклюзивного воздействия в зависимости от особенностей детей. И дошкольная организация, опять-таки, это позволяет делать. Следующая особенность, как раз немножко о ней я уже начала говорить, это необходимость педагогов, неготовность, прошу прощения, педагогов к общению с неслышащими дошкольниками. Конечно же, речь идет не о педагогах, которые изначально работают на группах компенсирующей направленности, имеют специальное образование, и, в общем-то, изначально, как свою профессию, выбрали работу именно с этой категорией детьми. Речь идет о вообще педагогах детского сада. Так как, если мы переходим на инклюзивное образование, то выход ребенка за пределы группы, он очевиден, и, конечно же, и специалисты, педагоги-специалисты узкие, и воспитатели других групп, они должны, во-первых, принять эту необходимость, общение с неслышащими дошкольниками, ну и, естественно, обладать некими специальными навыками. Поэтому возникает необходимость специальной подготовки педагогов в взаимодействии с неслышащими дошкольниками. Я позже остановлюсь на том, что такое дозированное инклюзивное воздействие, если можно. И, наконец, я в соответствии с этими особенностями и вышеуказанными принципами был выстроен алгоритм педагогической деятельности. То есть заключался он в следующем. Комплексная диагностика ребенка. В соответствии с этой комплексной диагностикой определяется индивидуальный статус развития и успешности каждого ребенка. После чего разрабатывается индивидуальный маршрут развития в инклюзивной среде. Ну и далее происходит анализ и коррекция содержания форм уже инклюзивного взаимодействия. Вот остановимся как раз на диагностической карте ребенка, которая составляется в данном детском саду на каждого ребенка и включает в себя диагностический паспорт, слуховое развитие, зрительное восприятие, психологический статус, физический статус, образовательный статус и художественно-эстетическое развитие. То есть по всем этим параметрам заполняется диагностическая карта ребенка. Позже мы с вами, я немножко скажу более подробно об этом. Соответственно, на основании вот этой диагностической карты создается карта ресурсов ребенка. То есть обозначается успешность и отставание по показателям в статусах. Выбрано было четыре статуса. Физиологический статус, психологический статус, образовательный статус и коррекционный статус. Вы видите здесь на слайде, что физиологический статус включает в себя по большому счету как физиологический, так и физический статус, то есть и антропометрические показатели, и в том числе развитие физической подготовленности. Психологический статус включает в себя коммуникативные умения, эмоционально-волевое состояние, личностные особенности. И образовательный статус включает развитие познавательной сферы, образовательную активность, уровень овладения образовательной программой. Ну и коррекционный статус – это развитие слухового и зрительного восприятия, развитие речи. Вот на следующем слайде представлен индивидуальный статус развития ребенка, ну то есть который заполняется на каждого. Здесь может быть немножко мелко, но это просто сканированный вариант конкретного индивидуального статуса, конкретного ребенка. И вы видите, что вот по каждому показателю, вот здесь выделено, какие показатели у данного ребенка развиты на высоком уровне. То есть это и является на сегодняшний день показателем его успешных сторон. И, соответственно, далее работа будет строиться с учетом успешности этих сторон. И включение в инклюзию будет происходить именно с учетом вот этих вот успешных сторон, то есть там, где он не будет себя чувствовать дискомфортно. А уже опираясь на эти успешные стороны, идет развитие и других показателей, которые на сегодняшний день находятся на более низком уровне у данного ребенка. Для того, чтобы включать ребенка в инклюзивное пространство, мы поставили перед собой цель разработать как бы некую модель и попытались ее сделать многомерной, как раз для того, чтобы можно было учитывать то самое индивидуальное развитие каждого ребенка. Мы включили в многомерность инклюзивного пространства вот следующие показатели. Это состав участников, это формы деятельности, это эмоциональная напряженность, трудность, время, пространство, коммуникативная напряженность, ну и содержание деятельности, естественно, хотя, наверное, с него надо было начать. Каждый показатель имеет практически, ну, нами были выделены три уровня по каждому показателю. Ну, например, если мы говорим о формах деятельности, то для включения в инклюзивное пространство нами были выделены варианты парные, малые групповые формы, либо коллективные. Если говорить о содержании деятельности, то это может быть свободная игровая деятельность, дополнительное образование, либо основной образовательный процесс дошкольной организации. Эмоциональная напряженность, как и коммуникативная, может быть низкая, средняя и высокая. Так, длительность. Ребенок может находиться в инклюзивной среде, вот вы как раз говорите, что такое дозированное инклюзивное воздействие, ну, я им в чате вопрос был. Как раз, вот, например, по длительности ребенок может находиться кратковременно, либо полдня, либо полный день, то есть полная инклюзия. В то же время по составу участников, то есть, опять-таки, дети могут быть, как бы участвовать только дети коррекционных групп, либо с детьми групп общей направленности, либо дети и взрослые. Причем здесь подразумеваются дети всех групп и компенсирующие общеразвивающие направленности. Уровень трудности может быть легкий, средний и высокий. И пространство, в котором находится ребенок, то есть, это либо пространство своей группы, если дети еще не готовы к выходу за пределы, либо это пространство дошкольного образовательного учреждения, либо в том числе пространство за пределами дошкольной образовательной организации. На следующем слайде представлен индивидуальный профиль вариативно-организованной инклюзивной среды для одного из детей. То есть, практически на каждого ребенка составляется такой профиль. Вы на слайде видите как раз все те же параметры среды. И для конкретного ребенка определяется, то есть, допустим, для этого ребенка определена высокая коммуникативная напряженность, то есть, причем в коллективных формах, но при этом средняя длительность дня, то есть, нахождение, то есть, полдня, да, то есть, по длительности пространства возможно и за пределами дошкольной организации, то есть, все формы, эмоциональная напряженность средняя, состав участников здесь тоже и дети, и взрослые, уровень трудности высокий и так далее. То есть, на данном профиле, конечно, представлен вариант ребенка, который не первый год уже ходит в детский сад, и это, конечно же, было постепенное включение в инклюзию, и, в общем-то, здесь показатели достаточно высокие в большинстве случаев, то есть, он уже находится сейчас не на полной инклюзии, но, тем не менее, по полдня практически может находиться в инклюзивном именно пространстве, взаимодействии с обычными детьми и взрослыми. Хотя, ну, сразу могу сказать, что вот на полной инклюзии сейчас находится только один ребенок, то есть, потому что остальные еще не готовы, и то это ребенок, который, в общем-то, остался в силу того, что дети с ограничениями имеют право на год дольше находиться в детском саду, вот родители решили воспользоваться этим правом, но ребенок в данный момент уже находится не в группе компенсирующей направленности, а в обычной группе, то есть, находится на полной инклюзии. Также пространство детского сада, ну, как, наверное, и в большинстве детских садов, я не скажу, что виды деятельности в инклюзивной среде сильно отличаются от тех видов деятельности, которые присутствуют, собственно, в других детских садах. Это все те же сюжетно-ролевые игры, образовательная деятельность, досуг, праздники, дидактические игры, спортивные игры, кружковая работа. Другое дело, что организация этих видов деятельности, она, естественно, может отличаться и варьироваться в зависимости от того, участвуют в этих видах деятельности дети только общеразвивающих групп или дети из групп компенсирующей направленности, либо смешанные группы, именно на занятиях смешанные. Вот на слайде представлен вариант перспективного планирования взаимодействия специалистов с неслышащими детьми. Вы видите, что здесь представлены узкие специалисты, сурдопедагог, тифлопедагог, учитель-логопед, учитель, причем у нас каждая группа имеет своего учителя-логопеда, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатель группы общеразвивающей направленности, воспитатель группы компенсирующей направленности. При этом это все педагоги, работающие в данной ситуации с детьми неслышащими, независимо. Допустим, учитель-логопед и логогруппы, он может взаимодействовать с этими детьми. Как правило, они, конечно, работают вместе с учителем-логопеда, который работает непосредственно с неслышащими детьми. При организации совместных занятий, ну то есть если занятие логопедическое проходит именно с участием детей и неслышащих, и детей из логогруппы, и детей из групп общеразвивающих, то, естественно, присутствуют педагоги всех этих групп. Ну, наверное, следует сказать, что, конечно же, основная нагрузка при работе с неслышащими детьми ложится на сурдопедагога, и все равно, что бы мы ни делали, в силу того, что не каждый педагог, и это, наверное, невозможно взять и в один день всех обучить и языку там, дактилю, и, собственно, полному пониманию детей, то, конечно же, Наталья Александровна, которая в данном детском саду работает с сурдопедагогом, причем замечательным сурдопедагогом, она все равно присутствует, сопровождает, помогает, помогает и в разработке, то есть основная нагрузка в работе с этими детьми, конечно же, все равно ложится на нее. Так, ну, это вот календарное планирование, примерное календарное планирование дня, то есть для каждого ребенка оно делается, то есть вот идут все те же показатели инклюзивной среды, то есть пространство, образовательное содержание, состав участников, формы деятельности, коммуникативная напряженность, эмоционально-волевая напряженность, уровень трудности, время. И на каждый день, то есть практически составляется вот такое, как бы, календарное планирование, то есть по нагрузке, но, естественно, оно есть потом и более подробно уже с самими формами работы. Ну, что хотелось бы сказать, что, наверное, вот самое важное, это то, что учет, ну, включение в инклюзивное образовательное пространство, оно происходит с очень четким учетом особенностей каждого ребенка. Ну, диагностику, полную диагностику мы проводим три раза в год, для того, чтобы корректировать маршрут, то есть это даже не столько цель этой диагностики определить там, чего мы достигли, сколько для того, чтобы не тормозить ребенка и рассматривать различные возможности увеличения инклюзивного пространства и инклюзивного воздействия. И вот вы видите на слайде сейчас представлены элементы фотографии из занятий педагога-психолога Веры Кокориной с детками, то есть здесь практически, ну, за исключением одной фотографии, где еще и студенты на практике, как раз идет занятие с детьми разных групп, и тифлогруппы, и сурдогруппы, и групп детей общеразвивающих. То есть вообще надо сказать, что, конечно же, результативность во многом зависит от желания и включенности педагогов. Вот, например, та же Вера Васильевна, которая здесь везде на фотографиях, в общем-то, пришла в детский сад, ну, с небольшим опытом работы после окончания вуза, но настолько любит свою работу, включена в эту деятельность, что результаты сразу стали давать себя знать, и, конечно же, на педагога-психолога тоже ложится достаточно большая нагрузка, особенно по развитию именно различных сфер и познавательной деятельности, эмоционально-волевой деятельности детей. Ну, и я вот чуть позже скажу, потому что одна из самых больших проблем, с которой мы столкнулись, это родители. То есть отдельная работа с родителями, и здесь, конечно, надо отдать должное, потому что в первую очередь работать с родителями приходится, конечно же, директору детского сада, но также вот сурдопедагогу и психологу, то есть они больше всех с ними взаимодействуют, и, на мой взгляд, вот за три года, которые реализуются проект, изменение отношения родителей, как слышащих, так и не слышащих детей, во-первых, собственно, к инклюзивному образованию, к инновационной деятельности детского сада, и вообще включенностью в этот процесс очень сильно изменилась, но об этом я еще чуть позже скажу. Вот на данном слайде вы видите как раз тоже спортивные занятия, где тоже занимаются дети из разных групп. Ну, я понимаю, что у некоторых мелко, но вы, наверное, видите, и на фотографиях, вот есть детки, которые и после кохлеарной имплантации, тут видно на некоторых фотографиях, и есть дети, которые из тифлогруппы, вот они замечательно все взаимодействуют, играют, хотя несколько лет назад все было далеко не так. Так, это отдельно хочу сказать, в принципе, возможности организации кружка по тестопластике, они есть хоть в школе, хоть в дошкольной организации, практически в любой, и я знаю, что, допустим, и многие учителя начальной школы владеют этим, и надо сказать, что возможности тестопластики очень и очень велики. То есть это не просто изготовление какой-то поделок, особенно в дошкольном учреждении для детей этого возраста. То есть тестопластика дает и развитие мелкой моторики, что, в общем-то, способствует и развитию речи в то же время, и развитию воображения, и многих-многих других процессов и характеристик детей. А самое главное, вот радость совместного творчества, вы видите этих счастливых детей, у них вообще, когда что-то получается, они просто очень любят демонстрировать. Это не то, что там вот кадры на показ, то есть это почти после любого занятия, то есть дети просто, им необходимо показать свою работу, то, что получилось, и показать и взрослым, и другим, и обязательно, чтобы их похвалили. Ну, это еще, конечно же, и специфика возраста, хотя мне кажется, что в любом возрасте мы любим, когда хвалят то, что мы делаем. Ну, здесь вот как раз занятия показаны детей совместные, образовательные, то есть в разных группах, то есть когда, ну, то, что я называю иногда, вот как бы, да, ну, в садике, мы можем говорить, ходят в гости, хотя на самом деле это как раз вот то самое инклюзивное образование, когда занятия происходят совместно. Но в детском саду, в зависимости от того, даже на чьей территории это проходит, включается еще механизм подготовки не только воспитателя, но и группы, то есть детей, которые принимают на данное занятие других детей, то есть они хозяева. И, кстати говоря, это тоже немаловажно, потому что, как я уже говорила, для детского сада, наверное, одна из самых важных задач, это именно социализация детей и учить их жизни. Вот как сказала вчера Ирина Дмитриевна Димакова про лагерь, вот в детском саду в какой-то степени тоже это присутствует. Ну, вот очень интересно, в прошлом году, как раз в рамках декады инвалидов, вот было интересное тоже такое занятие вместе с живописцами, иконописцами, когда вот детей вводили в Свято-Покровский монастырь, то есть они были приглашены, и как раз им иконописцы рассказывали и показывали и свое творчество, и, естественно, иконы, которым уже очень много лет, и это вызвало большой интерес. Ну, кстати, наверное, уже проведя такую аналогию, у нас в университете были группы слепых студентов, которые обучались на художественно-графическом факультете, и вот тоже одной из видов их деятельности было расписывание церквей, и достаточно интересно было с ними работать, и конкретный вид деятельности, вот это вот осознание значимости своей работы, нужности, оно очень важно для любого человека, а для человека с ограниченными возможностями, наверное, даже вдвойне. Ну, вот следующий слайд, ну, это вот как раз те самые праздники, тоже проходят по-разному, и есть праздники, которые проходят именно в группах компенсирующей направленности, а есть праздники, в которые включаются дети из разных групп, и это тоже очень важно, это дает определенный толчок развитию и взаимодействия. Ну, вот хотелось в этом плане сказать еще, что, наверное, одна из основных задач инклюзивного образования идет не только работа и предоставление возможности особому нетипичному ребенку обучаться и получать образование наравне со всеми, но это еще и формирование принятия этих нетипичных детей обычными детьми. И вот здесь, на мой взгляд, как раз очень велика роль дошкольного инклюзивного образования, потому что, с одной стороны, в этом возрасте, в дошкольном возрасте они принимают инаковость легче, чем в более позднем возрасте, и взаимодействуя вместе, общаясь вместе, обучаясь вместе, они по-другому относятся к этим детям, вот у них не возникает ни жалости, ни пренебрежения, они, в общем-то, всегда начинают их воспринимать так же, как и всех остальных. Ну, вот я в качестве примера как раз вот я говорила про то, что один из детей, который воспитывался в нашем детском саду, вот он имел еще и синдром Дауна. И он тоже был включен в инклюзивное пространство детского сада, не на полной инклюзии, но тем не менее. И вот одна из мам один раз пришла, и она ничего не знала о том, что вообще в группе бывают дети с ограничениями здоровья, потому что ее ребенок был абсолютно здоровый и воспитывался в группе общеразвивающей направленности. И вот она пришла и начала задавать по этому поводу вопросы. Когда мы спросили, а что случилось, она говорит, да мы, говорит, вот в выходные гуляли с сыном, сыну 4 года, и увидели ребенка с синдромом Дауна. И мой сын подошел к нему и начал с ним общаться, при том, что очень, ну, в большинстве своем дети, которые были на площадке, их родители изолировали от этого ребенка, и он там тоже ребенок этот немножко там агрессивно вел себя. И когда я попыталась своему ребенку сказать, что сыночек не надо, отойди от него, он может тебя ударить, он повернулся ко мне, сказала мама, я сказала, мама, ты что не понимаешь, он такой же, как мы, только немножко другой, ничего он меня не ударит. И продолжал с ними общаться. И вот я говорю, ради этого уже, я считаю, стоит продолжать работу именно по внедрению инклюзивного образования, потому что одна из основных проблем, это проблема именно отношения людей. Я не скажу, что мы плохо относимся, ну, у нас основная часть народа к людям с инвалидностью, но тем не менее мы в какой-то степени боимся их. И вот как раз инклюзивная среда детского сада, она позволяет уже с раннего возраста изменить эту ситуацию. Ну, вот я еще раз вернусь к работе с родителями, потому что, ну, это как раз вот, скажем так, анализ этой работы происходил в основном вот в третий год работы. И, как я уже говорила, что здесь достаточно много проблем. На слайде перечислены основные формы этой работы. Здесь они достаточно, может быть, традиционные. Это консультации, тренинги, праздники, клуб родителей. Это далеко не все формы. Скажу кратко по каждой из них, что консультации у нас ведут в соответствии с графиком, с одной стороны, с другой стороны, в зависимости от запроса родителей. И их проводит любой специалист детского сада. То есть, это может быть инструктор по физической культуре, это может быть и музыкальный руководитель. Ну, конечно, сурдопедагогу приходится работать с родителями каждый день. В общем-то, она присутствует всегда и на встрече детей в детский сад ежедневно, и когда детки уходят. Тренинги преимущественно ведет педагог-психолог. По праздникам немножко хотела бы остановиться, потому что это немножко нетрадиционная форма праздников. Не просто когда, как мы все привыкли, в детском саду родители пришли, сели на маленькие стульчики и радостно любуемся своими детьми. То есть, понятно, что есть и такая форма, но тем не менее, для того, чтобы включить родителей в этот инклюзивный процесс, мы все чаще и чаще стали делать праздники в подготовке, которых принимают родители, и являются активными участниками этих праздников. Ну, например, вот у нас уже традиционной стала осенняя ярмарка. И, в принципе, родители уже сами, вот сейчас вот третий год мы как раз ее проводили, родители уже с сентября месяца сами начинают задавать вопрос, когда будет ярмарка, когда что-то делать. То есть, там помимо театрализованного представления, еще и дети делают всякие поделки, которые потом продаются и покупаются родителями, причем не обязательно своего ребенка, они могут купить любые поделки. Родители с удовольствием пекут и делают там различные кулинарные изыски, которые тоже выставляются на продажу. Ну, естественно, стоит это все копейки, но деньги потом вкладываются как раз, как правило, на приобретение какого-то либо там, ну, необходимого оборудования, ну, либо именно совершенствование среды. Там вот с одной из ярмарок были собраны деньги и в итоге моющий пылесос на радость всем был куплен детский сад. И, причем, это и родители знали, в общем, они отслеживали это и все гордились, что внесли этот вклад. Причем это, как вы понимаете, не сбор денег с родителей, да, то есть они активно участвовали в самом мероприятии, но при этом там за поделку они заплатив там 10-20 рублей, в общем-то, они их покупают, как бы, там, по-моему, даже цена не установлена. То есть кто за сколько хочет, можно за 5 рублей, можно за 50 рублей купить. И, в принципе, вот я говорю, в прошлом году уже достаточное количество даже средств было собрано, было заранее объявлено, что средства от ярмарки пойдут вот на приобретение этого моющего пылесоса, и родители с удовольствием приняли в это участие. Вот одна из форм, которая сейчас, ну, как, становится достаточно популярной, это клуб родителей. Но, опять-таки, не все так просто. Могу сказать, что на первое заседание клуба пришло трое родителей, причем не детей из групп компенсирующей направленности, а как раз детей из обычных групп, но которые очень заинтересовались самим инновационным процессом, процессом инклюзии и готовы были включаться в работу. Вера Васильевна тогда с Надеждой Михайловной, наши психологи, они, несмотря на небольшое количество этих родителей, провели этот клуб, это было в виде чаепития, с обсуждением ряда проблем. Насколько я помню, как раз на одном из первых клубных занятий обсуждались как раз проблемы и возможности игры дошкольников, причем как с нарушениями в развитии, так и без. И надо сказать, что благодаря, наверное, как раз той позитивной обстановке, и тому, что никто ничего не стал отменять, встреча прошла очень дружелюбно, очень плодотворно. Потом в интернете, в интернет-блоге, у нас все педагоги почти ведут интернет-блоги, была описана эта встреча, поблагодарили родителей, которые придут. Ну и потом мы живем в стране, где сарафанное радио является, наверное, самым эффективным способом информирования и привлечения кого-либо. И постепенно вот работа клуба стала приобретать уже более широкие масштабы. Хотя вот хочу подчеркнуть сложность работы с родителями глухих детей. Как я уже сказала, здесь есть две категории родителей. Родители неслышащих детей, которые сами не имеют нарушений слуха, и родители глухих детей. Вот с одной стороны, для детей особо сложно, как я уже говорила, это как раз воспитываться, казалось бы, в слышащей среде. Потому что получается, что полностью его не понимает никто, ни дома, ни на улице. Ну вот спасибо, я говорю, когда он оказывается все-таки в детском саду, где есть и сурдопедагог, и более того, дети научаются тоже очень быстро понимать друг друга, и поэтому он взаимодействует. Но при этом слышащие родители, они более охотно и активно включаются в инклюзивные процессы, понимают его значимость. Но в какой-то степени они здесь реально и ищут помощь. Потому что у них возникает надежда, что все-таки ребенок будет развиваться нормально, будет учиться нормально. Самое главное, что они познают в полной мере радость материнства, отцовства, общаясь с этим ребенком. Вот в плане работы с родителями, сложнее всего работать с глухими родителями. Это вот знаете, как в фильме «Страна глухих», да, то есть у меня свой мир, и я не понимаю, то есть вот я всю жизнь живу и очень хорошо себя чувствую, у меня есть свой круг, свое общение, и в принципе ребенка в детский сад я привожу только потому, что я тоже должен работать, и мне его, в общем-то, некуда деть. А вот эта вся ваша инклюзия и вообще социализация, все это не надо, он все равно глухой, он все равно будет жить так же, как и я. И вот пробить вот эту стену, конечно, иногда бывает очень и очень сложно. Но тем не менее, как раз за счет совместных каких-то праздников, мероприятий, общения родителей с родителями, вот они начинают понимать, что они не отдельное общество, и в принципе они могут точно так же нормально взаимодействовать с людьми, не имеющими никаких нарушений, и что их тоже нормально принимают, что можно заниматься совместной деятельностью, что можно дарить друг другу подарки, можно элементарно просто улыбаться друг другу, и от этого поднимается настроение. Вот таким образом получается, что через детей мы, можно сказать, влияем на включение и родителей, имеющих вот эти особенности в развитии, физические особенности, на то, чтобы они более активно становились членами нашего общества. Ну вот я могу для... Как бы не знаю, насколько это интересно, но, как я уже говорила, что мы обязательно отслеживаем развитие детей, ну вот здесь вот по разным абсолютно как раз параметрам, которые представлены в диагностической карте ребенка, представлены изменения вот на начало и на конец года, и мы видим, что по всем абсолютно параметрам есть сдвиги. Здесь представлены на вот... Сейчас как-то так вот указка. На вот этом слайде представлены изменения средние для группы неслышащих детей, а на вот этом слайде представлены показатели, здесь вот в группе 8 человек, как раз каждого ребенка. Естественно, имен я здесь не называю. Вот нами издано методическое пособие, комплексная система диагностирования и коррекции развития неслышащего ребенка, и в ней как раз полностью представлена система диагностики. Я не скажу, что она авторская, она опирается на пробированные методики, просто осуществлен подбор и, может быть, в каких-то позициях адаптирована именно конкретно с учетом нашего детского сада. Хотя, как психолог могу сказать, что, в общем-то, данную систему можно использовать не только с детьми, имеющими некие нарушения, то есть, в общем-то, для любого ребенка. Также нами вот уже в этом году были изданы пособия психолого-педагогическая система развития психических процессов неслышащих детей старшего дошкольного возраста. Это практически второе. Это программа «Волшебные звуки музыки». Это методическое пособие по музыкальному воспитанию. Это вот оно выполнено именно музыкальным руководителем, где представлены занятия на весь год по музыкальному воспитанию дошкольников, вот как раз имеющими отклонения в плане слуха. Также мы издаем пособие «Играем и развиваемся вместе», которое на сегодняшний день имеет пять выпусков. Первый выпуск – это посвящен тестопластике, то есть кружковая работа по тестопластике, и там представлены конспекты занятий по тестопластике с этими детками. Второй выпуск – физкультурный досуг. Третий выпуск – музыкальный досуг. И еще два выпуска. Как раз, кстати, я хотела остановиться. Еще четвертый выпуск посвящен театрализованной деятельности. И она, конечно, несомненно, играет огромную роль как вообще в деятельности дошкольной организации, так, конечно же, и при организации инклюзивного взаимодействия. То есть те сказки, спектакли, которые делают дети совместно. Вот у нас была «Волка семеро козлят». Я помню, когда пришла и посмотрела, я ее вначале не видела живьем, а даже запись. Вы знаете, вот, честно говоря, с одной стороны наворачиваются слезы именно от умиления того, насколько стараются дети, имеющие нарушение слуха, и какое удовлетворение они получают от этой актерской игры. Ну, я уже про развитие и речи, и, опять-таки, всех остальных психических процессов. Просто не говорю. И вот пятый выпуск, он был последний. Это как раз называется он «Родители дошкольников как субъекты инклюзивной деятельности ДОУ». И посвящен он как раз работе с родителями. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать. Здесь вижу вопрос по поводу трудностей лицензирования такого детского сада. Дело в том, что это государственный детский сад. Он, в принципе, как я уже сказала, существует и функционирует достаточно давно, но, по крайней мере, только я. Вот 16 лет с ними попеременно работаю, не скажу, что постоянно. И раньше там тоже были вот эти вот группы компенсирующей направленности. Ну, просто, ну как, все существовали сами по себе. Я начинала с этого выступления. Ну, в общем-то, с точки зрения организации жизни, для того, чтобы отдельно лицензировать, ну, как особенный какой-то детский сад, необходимости не возникает. Более того, данный детский сад является и муниципальной инновационной площадкой, и краевой инновационной площадкой. И вот сейчас, как раз, когда отчет был по третьему этапу, мы выиграли грант, пусть небольшой, там, сто с чем-то тысяч, именно, как один из лучших проектов. Там три детских сада было и три школы на город. А в прошлом году, вот, краевой тоже грант, и как краевая площадка мы не закончили еще работать. В процессе работы мы, конечно, тоже пришли к выводу, что еще много чего надо делать. Вот сейчас упор мы начинаем делать на именно тьюторское сопровождение. Причем, на мой взгляд, начало уже положено, потому что с учетом, допустим, той же диагностической карты, которая разработана, и составления индивидуального маршрута, в общем-то, это уже тьюторская работа, которую, правда, на сегодняшний день выполняет одна единственная, практически Наталья Александровна, как сурдопедагог для этих детей. Но, вот, мы планируем все-таки включать и остальные группы компенсирующей направленности, и Тифлогруппу, и Логогруппу в этот процесс, и вот развивать именно тьюторское сопровождение, и так, чтобы не только узкие специалисты могли этим заниматься. Конечно, данная работа невозможна без педагогического коллектива, поэтому вот я говорю, я просто, почему, может быть, даже с удовольствием этим занимаюсь, потому что, когда я вижу, что в педагогическом коллективе люди неформально, а действительно с душой хотят этим заниматься, хотят именно делать что-либо во благо детей, а вот данный педагогический коллектив именно таков, и руководит им Котова Лариса Алексеевна, за что вот ей большое спасибо. Ну, и, конечно, я всегда преклоняюсь перед специалистами, вот и Тифлопедагогом у них, Образцова Елена Васильевна, и Сурдопедагог Наталья Александровна Шмелевская. То есть я такого уровня и включенности в этот процесс не всегда наблюдаю, всегда получаю удовольствие от их работы и от общения с ними. Я не знаю, загрузился ли я вчера, вчера отправляла ролик, но не знаю, есть ли он. Попробую сейчас, если только. А, есть, вот тогда сейчас. Это я хочу показать ролик, который как раз был представлен на конкурс краевой педагогов-психологов, и Вера Васильевна, вот наш психолог, заняла второе место, и я бы вот хотела как раз здесь элементы ее занятия показаны, чтобы вы посмотрели. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Нет, в полном виде мы не оказываем такие услуги, но есть, наоборот, частичное присутствие в детском саду, я, может быть, не совсем точно это говорю, потому что, хотя и работаю с детским садом, но не являюсь дошкольником, то есть, когда дети не прикрепляются к группе, а на временное пребывание приходят...